Спасибо большое. Наш вебинар сегодня будет посвящен довольно интересной теме. Мы поговорим о том, как можно создавать с помощью, как всегда, наших любимых онлайн-сервисов, различные цифровые коллекции, состоящие из разноформатных материалов. Если вы работаете в сети, работаете в школе, в библиотеке, работаете с информацией, то наверняка вы сталкиваетесь с проблемой создания, назовем их, коллекций, каких-то кладовочек, своих копилочек, разных полезных информационных ресурсов. Чаще всего это ссылки на разные полезные веб-сайты, может быть, какие-то игры, презентации и другие материалы. Кто-то их хранит в закладках в браузере, кто-то скачивает на компьютер, кто-то, допустим, на Google Диске какие-то списки создает, вариантов масса. Вот на этой волне появилось огромное, ну не сказать, что огромное, но большое количество сервисов, которые позволяют эти цифровые коллекции ввести в сети интернет. Это удобно, потому что вы всегда можете иметь к ним доступ с любого устройства, и с мобильного в том числе. На любом компьютере вы всегда можете найти нужную ссылку и свою закладку. Ну и большой плюс, что вы можете делиться этими коллекциями с другими, с авторами, приглашать их к совместной работе, использовать их для дистанционного обучения, просто располагать эти тематические подборки у себя на сайте или в блоге. В общем, инструменты полезные, нужные, интересные, и самое замечательное, что большая часть из них русифицирована, и поэтому работать с ними немного не сказать, что сложно. Ну давайте посмотрим, что можно добавлять в такие цифровые коллекции. Чаще всего это ссылки на веб-ресурсы, полезные материалы, которые нам пригождаются либо для работы, либо для обучения. Это различные текстовые документы, документы-заметки, которые мы создаем, какие-то нужные тоже материалы в формате документа. Фотографии, видеоролики, аудиофайлы, ну и, конечно же, наши любимые презентации, викторины, игры, да и, пожалуй, этот список можно еще и продолжить. Какие инструменты можно использовать для того, чтобы создать цифровую коллекцию? Ну, начнем с тех, что попроще, и закончим тем, кто посложнее. Итак, существует целый спектр инструментов, которые называются сервисы для создания визуальных закладок или социальных закладок, по-разному их называют. Чаще всего они ориентированы на сбор ссылок на различные веб-ресурсы. Один из самых простых сервисов, который называется Symbolo, это сервис как раз для создания цифровых коллекций, тематических подборок различных веб-ресурсов. То есть он работает только со ссылками. Я вам сейчас несколько ссылок на такие коллекции отправлю в чат. Постаралась собрать разноплановые коллекции. Тут первая ссылочка, это то, что я создавала, это ссылки на веб-ресурсы для создания интерактивных книг. То, что вы сейчас на слайде видите, можно посмотреть в качестве ссылки. Ну, а остальные ссылки, это уже не мои, это я уже в поиске в интернете нашла много разных цифровых коллекций. Здесь и про английский язык, и про Китай, и даже тут где-то про вышивание есть целая цифровая коллекция. То есть мы видим, что можно по любой теме такие подборки создавать. Это такой вот импровизированный рабочий стол в интернете, где вы можете располагать практически безграничное количество ссылок. Чем больше, тем лучше. Единственный недостаток у бесплатного сервиса, если вы ссылку откроете, то увидите, что справа идет реклама. Вот, это единственный. Ну, это такое условие у многих бесплатных сервисов, это существует. Ну, а в целом получается довольно красивая такая оформленная подборка материалов, и работать с этим сервисом просто. Он на русском языке. Вот сама эта подборка называется на языке сервиса WebMix. Состоит он из таких вот клеточек, расположенных на определенном фоне. Каждая клеточка – это ссылка на веб-ресурс. Такая клеточка на языке. Сервис, опять-таки, называется Tile. Чтобы такой Tile добавить, просто щелкаем по клеточке, открываем форму для заполнения и вставляем туда ссылку на веб-ресурс. Ну, например, вот ссылка на сервис Colomeo, который я вставила. Симбалу тут же предлагает много разных логотипчиков для того, чтобы эту ссылку оформить, выбирая тот, который мне понравился. Можно сразу же эту ссылку добавить на вот эту вот панель, на веб-микс ее вставить. Если мы хотим немножко подредактировать ссылочку, например, добавить к ней описание, изменить название, то нажимаем на кнопку Add and Edit. Добавляй и редактируй. Вот так у нас выглядит конструктор для редакции. Я сказала, что сервис на русском, он действительно частично на русском, частично на английском. Не знаю, с чем это связано. Вот настройки в этом сервисе на русском языке, а форма для редактирования почему-то на английском. Но здесь все довольно просто. Мы меняем название, если нужно. Дальше есть такая опция «Открывать ссылку во встроенном окне», то есть не в новой вкладке, а прямо здесь, в самом веб-миксе. Если это нужно, можно такую опцию выстроить. Цвет плитки выбрать для красоты, какого цвета. Иконку поменять. Не то, что нам предлагает сервис, а что-то из набора инструментов, из библиотеки, которая здесь есть. Ну и можем загрузить свою картинку в качестве обложки. Если ни одна иконка не понравилась, можем всегда свое добавить. Все это автоматически сохраняется. Просто закрываем окошечко и приступаем к следующему тайлу. Изначально сервис дает целый рабочий стол. Весь экран у вас будет заполнен этими пустыми клеточками. Если это слишком много, а у меня именно такая была ситуация, ссылок мало, клеток много, то есть возможность поменять размеры в веб-миксе. Они находятся в настройках. Выбираем, там все на русском, изменить размер веб-микса. И появляются вот такие замечательные стрелочки, которые позволяют уменьшать количество столбиков и строчек. Стрелка вверх уменьшается, стрелка вниз, соответственно, увеличивает. Ну и после того, как мы все это скорректировали, мы можем даже загрузить свою фоновую картинку, либо выбрать что-то из библиотеки сервиса. На выходе мы получаем ссылку, получаем код и можем встраивать на страницы сайтов, блогов, туда, куда хотим, делиться в социальных сетях. В общем, делать с этой ссылкой все, что угодно. Сервис простой, осваивать его буквально минут за 10, вы уже будете разбираться, что здесь к чему. Достаточно просто, и можно создавать неограниченное количество подборок в бесплатном сервисе. Ну, давайте посмотрим еще один инструмент. Ну, это довольно такой попсовый инструмент. Многие им пользовались или пользуются до сих пор. Существует тоже довольно давно сервис Pinterest. Для создания тематических подборок на основе тоже веб-ресурсов. Я вам сейчас ссылочку дала на свою подборку, вы ее сейчас видите на экране. Это был мастер-класс, который я проводила когда-то, ну, довольно давно уже, мы писали лонг-риды с участниками мастер-классов. Вот эта творческая презентация, скажем так, творческая выставка этих работ, созданных в рамках мастер-класса. Для этого хорошо подошел сервис Pinterest. Можно делиться этой ссылкой, теперь всем показывать эту подборку. Ну, что я, собственно, сейчас и делаю. Сервис на русском языке. Он позволяет, опять-таки, добавлять веб-ссылки, позволяет организовать коллекции. Коллекции здесь интересно называются доски. Они называются pinboards. А сами вот эти вот объекты, ссылочки, которые будут прикалываться к этой доске, называются пины. Поэтому и сервис Pinterest называется. Ну, после регистрации мы попадаем сразу на главное поле и видим, что здесь очень похоже на социальные сети. Здесь у нас есть значок с колокольчиком, уведомление, как в социальных сетях, который позволяет получить информацию, что произошло новенького среди пользователей, на доске которых мы подписаны. А здесь можно подписываться на коллекции других участников. И, соответственно, в уведомлениях будете получать информацию, чтобы появилось что-то новое у ваших, не сказать, соавторов, как же назвать, у тех людей, на доске которых вы подписаны, скажем так. Здесь есть значок, который в красной рамочке у меня сейчас. Это значок с написанием сообщения. Можно общаться с другими пользователями, как в социальной сети присылать им личные сообщения. Нажимаем этот значок, затем ручку, затем выбираем пользователя. Если вы подписаны на чьи-то доски или являетесь соавтором, то вам сразу же вот этот список. Вы любому из этих пользователей тут же можете написать. Но писать можно всем, не обязательно своим соавторам, любым пользователям, которые зарегистрированы внутри этого сервиса. Ну, это так, к слову, собственно говоря. Дальше. Здесь можно через поисковую строку искать других пользователей и искать подходящие вам по теме коллекции. Например, вас интересует творчество Марины Цветаевой. И вы можете найти, например, пользователей с таким именем, зайти в профили этих людей и подписаться на любого из этих участников. И теперь вы в уведомлениях будете получать сообщения о том, что у них новенького произошло, какие пины они новые добавили, какие коллекции создали. Далее. Можно подписываться на отдельные коллекции. Не обязательно полностью на пользователя. Вы можете подписаться на одну какую-то коллекцию, которая вас заинтересовала. Ну, например, с фотографиями Марины Цветаевой. Заинтересовала меня коллекция. Я нажимаю на значок с тремя точками и выбираю опцию «Подписаться». Теперь я получаю информацию конкретно вот по этой доске. Все, что появится здесь снова, будет приходить в мои уведомления. Можно из этих досок, из других пользователей добавлять к себе какие-то объекты, ссылки какие-то, пины так называемые. Но для этого нам нужно, собственно, создать свои коллекции, куда мы все это будем добавлять. Заходим в свой личный кабинет. Это вот фрагмент моего личного кабинета. У меня там много разных интересных досок было когда-то создано. Ну, вот через кнопочку «Плюс» создается новая доска. Здесь все очень просто, лаконично. Мы тут же можем пригласить соавторов для работы. Сейчас значок с плюсиком. Авторы будущие должны сначала зарегистрироваться в сервисе, а затем принимают мое приглашение, и мы теперь совместно можем наполнять эту доску пинами. Вы, как создатель доски, можете ее удалять, а ваши соавторы смогут только добавлять сюда пины, либо свои редактировать. Чужие они удалять не смогут. Ну, а далее, опять-таки, через тот же значок с плюсиком добавляем пины через эту опцию. Внутри коллекции можно, кстати, добавить еще раздел. Если коллекция очень большая, например, у нас там тема какая-то общая, то внутри этой темы можно выделить несколько подразделов и в каждый раздел добавлять свои пины. Ну, такая более сложная иерархия. Ну, мы начнем с обычных пинов. Вот первый пин. Добавить его можно тремя способами. Первый способ как раз сейчас на экране, через эту кнопку плюс. Нам нужна ссылка на полезный веб-ресурс. Мы заранее эту ссылку скопировали. Выбираем опцию пин. Вот сюда вставляем ссылочку на веб-ресурс. Пишем название, описание и нажимаем на кнопку «Сохранить». Обязательно проверяем, чтобы в нужной доске у нас это все сохранилось. Вот здесь выпадающий список всех наших досок. Проверяем, на какую доску мы пин добавляем. Ну, и далее сервис из сайта какие-то картинки предложит в качестве обложки. Они вот здесь появятся, эти картинки. Но если мы хотим свое изображение, ничего сложного, можно свою картинку как обложку загрузить с компьютера. Обязательно сохраняем, проверяем, как все получилось у нас. И далее продолжаем работу. Добавляем новый пин. Если такой вариант достаточно сложный, неудобный, есть опция другая. Можно добавить в строку браузера кнопку, которая называется «Сохранить в Pinterest». Раньше она называлась «Pinet». Вот такая кнопочка. Она будет находиться справа от строки браузера. Вверху вот строка. И вот здесь, среди расширений, она будет находиться. Это как раз и есть расширение. Вот я ее в браузер Google пристроила с помощью магазина Google Chrome. Вообще сервис, если вы впервые будете в нем регистрироваться, тут же предложат этот клипер, веб-клипер установить. Если вам кажется это удобным, то почему нет? Можно установить эту кнопочку. Теперь работа будет другая. Вам не нужно открывать сервис специально в новом сайте. Просто вы просматриваете веб-ресурс, он показался вам интересным. Вы его сохранить хотите на будущее, чтобы почитать, посмотреть, воспользоваться материалами, просто добавить в коллекцию. Нажимаем на кнопку «Pin it» и автоматически открывается список наших коллекций. Мы загружаем в нужную коллекцию, сохраняем. Все готово. И так мы продолжаем работу дальше. Вот такой есть вариант. Ну и третий вариант, еще более простой. Подобрать пины прямо из самого сервиса. Есть поисковая строка, которая нам поможет найти нужную информацию. Мы там можем разыскать не только пользователей, но и пины, самые разнообразные. Вот, например, мне нужна была информация про сервис «Леонис». Я забила в поисковую строку. Мне выдали пин с информацией «Это видео с YouTube». Мне это видео понравилось, я хочу его в свою коллекцию. Для этого я выбираю доску, в которую хочу добавить списочек всех досок. Выбираю вот сюда, например, в интерактивное видео, я его хочу сохранить. И нажимаю на кнопку «Сохранить». Теперь этот пин от другого пользователя перекочевал ко мне и будет у меня в коллекции. Вот тремя такими нехитрыми способами можно пополнять свои коллекции в этом сервисе. На выходе мы получаем ссылку. Можем делиться своей коллекцией, можем делиться не только своей коллекцией, но и коллекциями других пользователей. И, к сожалению, кода здесь нет, чтобы встраивать. Раньше был, можно было кодом встроить на сайт и в блог. Сейчас, к сожалению, только ссылки предлагает сервис. Но он достаточно неплохой, эффективно работает, можно его использовать для работы. И для обучения. Сервис с таким немножко романтичным названием «Жемчужные деревья», «Перл Трис». Сервис для создания тоже цифровых учебных коллекций. Но я вам парочку ссылок сейчас добавлю в чат. Одна из них, пара русский язык, вы видите сейчас ее на экране. Ну, а вторая – это моя. Я там разные образцы инфографики собирала в качестве коллекции файлов. В отличие от Пинтереста, что между ними общего и в чем разница. Сервис «Перл Трис» позволяет добавлять ссылки на веб-ресурсы. Но не только. Он позволяет загружать сюда документы с компьютера. Объем такого документа ограничивается хранилищем. То есть здесь можно хранить в бесплатном тарифе до 1 гигабайта своего контента. В принципе, довольно приличное количество места. И здесь можно размещать и презентации, и тексты загружать, ПТФ форматы, ну и веб-ссылки, соответственно, тоже. Тоже, к сожалению, здесь присутствует реклама в бесплатном тарифе, поэтому не удивляйтесь, что она там есть тоже с правой стороны. Ну, давайте смотреть. Так же, как и Пинтерест, здесь есть возможность приглашать соавторов для работы и писать сообщения, как в социальных сетях. Все то же самое. Поддерживается Кириллица, но сам сервис на русский не переведен, хотя он достаточно простой. Итак, вот рабочий кабинет. После регистрации нужно придумать какое-то имя, и имя, чтобы оно не было занято. А там приходится вот на такие ухищрения идти, чтобы себя каким-то образом зарегистрировать. Но это не главное. Главное, так выглядит наш личный кабинет. Здесь все очень лаконично. Кнопка «Плюс» позволяет добавлять коллекции или внутрь коллекции что-то вставлять. Здесь есть кнопка «Редактировать», которая позволяет все добавленные объекты редактировать немножко. Кнопка «Поделиться». И есть опция «Похожие коллекции». Сервис постоянно будет предлагать что-то похожее по вашей тематике, вдруг вам это пригодится. Можно искать коллекции других пользователей через поиск. Здесь поддерживается Кириллица. Ну и, соответственно, все, что нам не нравится, всегда можно переместить в корзинку. Чтобы создать первую коллекцию, нажимаем на значок «Плюс». Изнутри коллекция выглядит так. Интерфейс практически не поменялся. Все те же самые кнопки. Появилась новая кнопка «Команда соавторов». Вы можете тут же пригласить команду своих людей, которые будут совместно с вами собирать эту коллекцию и вместе с вами работать над ней. Соавторы должны заранее быть зарегистрированы. То есть они регистрируются, а дальше нажатием этой кнопки уже по их именам, по их никнеймам, их добавляете в свою команду и приступаете к совместной деятельности. Вот эта большая кнопочка «Плюс» позволяет добавлять разные элементы. Сервис достаточно красочные картинки нам показывает. Вот такая вот, красивенькая. Если мы нажмем на кнопку «Плюс», то мы увидим, что можно добавлять внутрь коллекции файлы с компьютера, импорт, веб-страницы по ссылке, картинки загружать, файлы с компьютера, а здесь были у нас файлы из хранилища Google и Dropbox. И здесь еще заметки можно писать, прямо внутри самого сервиса небольшие текстовые документы создавать. Выбираем любую опцию, открывается окошко, и там уже все, собственно, понятно, что будет происходить. Ну, например, вот это у нас «Загрузки». Опция «Файл» я выбрала, хочу что-то с компьютера загрузить. Выбираю любой документ, нажимаю на вот этот значок замечательный, и файл у меня загружается на мою доску. Дополнительная опция. Здесь внизу можно записать еще онлайн какое-то сообщение свое, аудио создать, какой-то комментарий, может быть, или аудиолекцию вы решите создать. Здесь такая опция присутствует. Веб-страницы добавляются просто по ссылке, ничего страшного, имидж, картинка с компьютера или тоже по ссылке из интернета. Ну, и для создания заметок открывается поле «Пустое», в которое эта заметка будет вписываться. Вот так выглядит заметка. К ней можно добавить название, выбрать шрифт, формат, вот, и добавить фоновую картинку, на фоне чего будет это все разворачиваться. Ну, и дальше через кнопку «Add» добавляем на доску. Вот, тоже работает достаточно просто. После того, как мы создали свою коллекцию, мы получаем ссылку, код для встраивания, и даже есть QR-код, которыми можно делиться с другими пользователями. Далее. Здесь точно так же можно находить, можно ли эти картинки загрузить в компьютер. Вы имеете в виду, наоборот, из своей коллекции в компьютер загрузить. Все свои материалы, которые вы загружаете на доску, вы в любой момент можете скачать к себе на другой компьютер. Ну, например, вы из дома загрузили, а на работе вам срочно понадобилась эта картинка или этот файл, вы можете свои собственные материалы загрузить обратно, только уже на другую машину. Все эти коллекции доступны для всех зарегистрированных сервисов. Есть такие документы, которые будут видеть только те, кому я дам ссылку. По-моему, там есть… Так, сейчас вспомню, что касается этого сервиса. В бесплатном тарифе такого нет. То есть частные коллекции вы здесь создавать не можете. В Пинтересте можно создавать частные коллекции. Здесь все коллекции по умолчанию открыты. То есть, ну, пользователи их все равно могут по поиску найти, если очень постараются. Поэтому тут никак не спрятаться, не скрыться. Если вы про секретные коллекции, то нет, в бесплатном тарифе здесь такой опции нет. Все открыто для работы. Но ссылкой вы можете делиться, почему нет. На чужие коллекции вы можете подписаться, найдя по поиску. Ну, например, я искала коллекции с названием «Инфографика». Мне выдало несколько вариаций. Вот я открыла одну из коллекций. И хочу прямо на всю эту коллекцию подписаться. Для этого есть кнопка «Сабскрайб» – подписаться. Как будет выглядеть подписка? У вас в личном кабинете появится такой ярлычок. То есть она к вам не перейдет целиком и полностью, а просто у вас будет ярлычок на доступ к этой коллекции. Вот так будет выглядеть подписка. Если вы не всю доску хотите, не всю коллекцию, а какой-то отдельный пин вам… Ну, не пины, здесь они уже по-другому называются. Какой-то объект вы хотите себе добавить, то его просто надо открыть. И вот здесь есть кнопка «Плюс». Он добавится в вашу коллекцию. Скачать чужие материалы не получится. Скачивать можно только свои, но зато вы их можете добавить к себе в коллекцию. А дальше уже делать с ним все, что захотите, наверное. Рядом с каждым объектом есть вот такая еще кнопочка «Открыть в новой вкладке отдельно, посмотреть поле подробно и поделиться». То есть вы можете делиться и коллекциями, и отдельными элементами внутри этих коллекций. Совместная работа здесь тоже доступна. Но единственное, что опять-таки нужно зарегистрироваться. Просматривать доски по ссылке могут все даже не зарегистрированные внутри этого сервиса. Но не зарегистрированные, наверное, внутрь него и не пойдут чего-то там искать. По поиску в сети просто найти что-то сложновато. Как технически можно загрузить программу с инфографикой? Это немножко не по теме и немножко непонятен вопрос. Если хотите, можете написать на электронную почту, что вы имеете в виду, какую программу и с какой инфографикой. Потому что из вопроса непонятно, что именно. Здесь нужна более подробная расшифровка. Ну, коллекцию я создала просто из того, что у меня было на рабочем столе под рукой. Вот у меня были какие-то образцы инфографики. Я их загрузила как картинки, они внутри коллекции существуют как картинки. Их можно просматривать. Технически это были картинки. Что еще? У этого сервиса тоже есть свой веб-клиппер. Выглядит он вот таким образом в виде звездочки. Это тоже расширение устанавливается в браузер. Тоже отображается справа. Среди всех моих расширений. Вот оно. Дальше при нажатии на эту кнопку, что происходит, открывается вот такой список возможностей. Можно просто ссылку пока сохранить во временном хранилище. То есть не добавить в коллекцию, а просто это будет как из опции почитать потом. Если вы не уверены, нужна вам это в коллекции или нет, можно пока во временное хранилище отправить. Дальше. Можно тут же создать новую коллекцию. Или можно выбрать что-то из существующих коллекций. Вот у меня их две было создано. И в какую-то из них можно сразу же эту ссылочку и добавить. Ну, пожалуй, это вкратце об этом сервисе все. Неплохой инструмент. Давайте еще посмотрим. Похожий на него. Рейндроп. Сегодня у нас инструменты с романтичными названиями. Это у нас капля дождя. Не очень известный сервис. Я о нем тоже узнала не так давно. Но любопытный. На русском языке. Бесплатный. Есть небольшое ограничение у него. Сейчас я о нем скажу чуть подробнее. Вот я такую коллекцию создала. Опять-таки из всех материалов, которые у меня под рукой были. Это у меня коллекция под условным названием видео. То есть у меня тут и буктрейлер, и анимация, и ютуб канал. И еще куча полезной информации, которая у меня была на компьютере. Я попробовала разные опции. Вот что я скажу. Сервис очень хороший. Лаконичный. Без рекламы. И чтобы создать коллекцию, буквально несколько кликов нужно. Здесь нет возможности следить за другими пользователями. Здесь нет возможности подписываться на чужие доски. Вы имеете доступ только к своему контенту. И о нем узнают только те, кому вы дадите ссылку на него. Но здесь есть опция совместной работы. Если угодно, можно пригласить других участников. Смотрим. Рабочий стол выглядит очень просто. Лаконично. После регистрации. С правой стороны список всех наших закладок. Они так все и называются. Закладки. В качестве закладок могут быть, конечно, сервисы, ссылки на разные веб-ресурсы, фотографии, тексты, видео и документы. Презентации здесь в списке нет. Только PDF. Но презентацию в PDF перевести – это не проблема. Важные ограничения. Размер файла, который будете загружать, не должен превышать 100 мегабайт. И вообще по бесплатному тарифу здесь в месяц можно добавлять 100 мегабайт контента. Каждый месяц по 100. Количество коллекций и количество закладок никак не ограничивается. В общем, сервис очень приятный, простой. Чтобы создать новую коллекцию, просто нажимаем на значок «плюс» и тут же вписываем ее название. После этого переходим вот сюда, в кнопочку «Добавить». Здесь две кнопки, они очень интересны. Если добавить на значок со стрелочкой, то мы открываем поле для загрузки файла с компьютера. А если хотим ссылочку добавить, то нажимаем на основную кнопку. Такая вот. Вот пример добавления ссылки. Все очень просто. Вписываем саму ссылку, нажимаем «Сохранить». Загрузка файлов такая же. Загружаем файл, нажимаем «Сохранить». Дальше. Сервис предлагает подредактировать готовую ссылку, например. Открывается окошко для редакции. Я здесь могу поменять название, загрузить свою обложку. Сервис ее выбрал с сайта, но если она мне не понравилась, я могу всегда свою картинку загрузить. Дальше. Выбрать коллекцию, в которую я хочу ее добавить. И проверить все остальное. Дополнительно можно ключевые слова внести. Это если у вас будет здесь много коллекций, вы в них запутаетесь, то через ключевые слова можно их как-то сортировать, искать. Но это необязательное поле. Сохраняем это все, закрываем. И, собственно, вот все закладки, они здесь у меня отображаются пока в виде списка. Но я их могу сделать красиво. Здесь есть возможность представить закладки списком, карточками, заголовками или целой галереей. У меня они сейчас в формате галерея. Можно даже выбрать, что в галерее показывать. Обложку, название, описание, закладки и так далее. И выбрать размер этой галереи. Побольше обложки, поменьше. Вот ползунок для этого есть. В общем, тут и о красоте тоже создатели поработали. Эти закладки можно рассортировать вручную, по заглавию, подать добавление. Нет, по тегам не находят других пользователей. Здесь вообще поиск только по своим коллекциям. Вот эта поисковая строка ищет только внутри вашего хранилища. То есть здесь вы закрыты от других пользователей, вы с ними общаться никак не можете. То есть здесь нет опции подписаться, что-то себе перепостить. Это конкретно личное ваше хранилище, в котором вы работаете. Что еще из вариантов? Кнопка «Поделиться», которая позволяет получить ссылку, получить код для встраивания и предоставить совместный доступ. Здесь есть интересная штучка. Вот эта вот опция «Поделиться». Выставляем здесь галочку и получаем ссылку, с которой может любой получить доступ к этой странице. Регистрация даже не требуется. Ну вот что я сделала, чтобы вам отбрать эту ссылку, я сюда поставила метку. Если вы хотите скрыться от других пользователей, то просто здесь ничего не ставьте, и тогда к вашей коллекции никто не подступится, если вы хотите ее закрыть ото всех. Далее. Здесь есть еще возможность предоставить совместный доступ, но пользователи должны будут уже зарегистрироваться в этом сервисе, и тогда они смогут вместе с вами создавать эту коллекцию. Вот, пожалуй, основные возможности этого сервиса. Просто и эффективно. Теперь от визуальных закладок перейдем к виртуальным доскам. Ну, тоже хороший инструмент для создания цифровых коллекций. Я уже делала отдельный вебинар, посвященный виртуальным доскам. Совсем недавно, если вам интересно, можно на портале Директ Академии его найти. Я здесь скажу только свои наблюдения по поводу виртуальных досок. Среди всех сервисов для их создания наибольшей популярностью, я думаю, вы знаете, какой сервис пользуется. Можете написать в комментариях, согласны ли вы со мной или нет. На мой взгляд, это сервис Padlet, который позволяет добавлять ссылки на веб-ресурсы, позволяет документы загружать с компьютера, совместную работу организовывать других пользователей и предоставлять доступ к своим доскам. Ну, давайте опять я пару ссылок отправлю в чат вам. Одна из них, первая, это не моя, это вот то, что вы сейчас видите на экране. Это виртуальная выставка, собранная в виде коллекции материалов. Ну, и вторая ссылка, это уже моя коллекция. Опять-таки, это собрание творческих работ одного из моих мастер-классов, как раз по виртуальным выставкам. Причем вот на мою доску участники добавляли работы сами. То есть я просто создала пустое пространство, а дальше они уже самостоятельно там размещали свои работы, подписывали и их оформляли. То есть это вот результат такой коллективной нашей деятельности. Можно посмотреть, как он выглядит. Там даже есть возможность писать комментарии, как в социальных сетях. Вы можете увидеть, что под отдельными какими-то элементами есть комментарии других пользователей. И все это с помощью сервиса Padlet. Итак, чем он хорош? Ну, сразу скажу про ограничения, про которые наверняка все знают. В этом сервисе можно бесплатно создать только три доски, к сожалению. Но зато их можно очень красиво оформить. Здесь есть возможность выбрать шаблон сейчас для оформления в виде стены, в виде ленты, раскадровки, в виде колонок, даже в виде хронологии, карты или холста. Поэтому закладки будут не в каком-то хаотичном порядке, а вот так вот красиво систематизированы. Что еще? Работать очень просто. Мы получаем просто пустую бесконечную доску, на которую можем добавлять любой контент, который нам нравится. Вот список этого контента. Здесь можно добавлять и картинки, и загружать файлы с компьютера, рисовать, записывать аудио, видео с веб-камеры, добавлять видео из YouTube, отмечать местоположение на карте. Ну, все что угодно. Практически любой каприз добавляется на виртуальную доску. Ну и дальше, после того, как мы какой-то контент добавили, мы можем его немножко отредактировать. Например, я хочу добавить ссылку на виртуальную выставку. Вот так выглядит карточка для редакции. Я пишу в виде темы название моего объекта, описание, выбираю фон для этого объекта, как он будет красиво выглядеть, ну и нажимаю опубликовать. Здесь все несложно. И после этого новый объект у меня размещается на виртуальной доске. Я их могу менять местами, двигать, как угодно, формировать из них коллекцию. Что из дополнительных возможностей? Здесь есть возможность организовать совместную деятельность через кнопку «Поделиться». Можно открыть доску для чтения. Вот как я сделала по ссылочке. Сейчас я вам ее отправила. Все, у кого есть ссылка, могут ее читать. Но здесь можно не только читать. Вы можете открыть доску для редакции всем желающим. То есть им даже не нужно будет регистрироваться. Вот что я и сделала. То есть вот эти пользователи, которые мне на доску прикрепляли свои виртуальные выставки, они могли даже не регистрироваться в сервисе. Они могли просто перейти по моей ссылке, загрузить свой контент и написать комментарий даже, если захотят. Поэтому здесь можно два вида доступа предоставить, как читателю и как савтору. Можно просматривать доску как слайд-шоу. Можно сразу ссылку на нее получить, встроить на сайт и в блог. Здесь не все опции. Если опуститься чуть ниже, там будет возможность скачать доску в формате PDF. Это очень хорошая опция, потому что все ссылки, которые вы скачаете, они будут активными, и вы их сохраните в качестве PDF-документа. Если вдруг вам доска уже разонравилась, она потеряла свою актуальность, вы ее можете просто скачать в качестве архива себе на компьютер и потом пользоваться ей, как считаете, нужно. Весь сервис хороший, все в нем замечательно, и на русском-то он на языке, но, к сожалению, здесь только три бесплатных доски. Очень удобная, действительно. Ну и еще о чем хотелось бы поговорить, о сервисах для создания тематических страниц, презентаций и разных других полезных штучек, которые я уже не знала, как классифицировать, честно говоря. Поэтому условно я их собрала в раздел «Тематические страницы», скажем так. И начать я хотела вот с этого сервиса, который называется NetBot. Это сервис, созданный для учителей, но я думаю, что пользоваться им могут не только учителя, но и библиотекари, например, для создания тематических страниц, которые очень напоминают сайты. Вот две ссылочки. Я пока только делаю первые шаги в этом сервисе, поэтому отправила вам ссылки другого очень хорошего человека. Походите по вкладочкам. Здесь самое интересное кроется во вкладках. По сути, это такая коллекция в виде маленького сайта с вкладочками. Каждый раздел коллекции – это отдельная вкладка. Внутри вы можете увидеть, что здесь поддерживаются практически любые форматы. То есть можно загрузить презентацию, ссылку на веб-ресурс, встраиваемый объект, PDF-файл, видеоизображение и многое-многое другое. Вот сейчас на слайде вы видите мои попытки попробовать загрузить все-все-все. Ссылка на веб-ресурс. Это у меня презентация загружена, которую можно просматривать и скачивать даже. И встраиваемый объект. Я встроила онлайн-презентацию, которая сделана в сервисе Удоба. Она замечательная у меня, как видите, встроилась. Ее можно даже тут же просматривать, даже не открывая в отдельной вкладке. Тоже здорово получается. У сервиса нет никаких ограничений. Он полностью бесплатный и полностью на русском языке. Вот такая красота. Так что не проходим мимо, давайте смотреть на его возможности. Работает здесь все достаточно просто. Ну, во-первых, мы создаем первую страницу. Вот так выглядит шаблон для страницы. Придумываем, будет ли она у нас закрытая. Что значит закрытая? Либо вы видите только ее, либо вы предоставляете ограниченный доступ. Либо можете сразу ее опубликовать в интернете. Придумываем название, выбираем шаблон оформления и тему оформления. Шаблон – это как будут посты размещаться. Здесь вот эти вот закладочки будут называться посты. А тема – это цветовое графическое оформление. Ну и мы даже можем придумать свой собственный домен. Ну, это не домен, будет адрес этой нашей странички. То есть начало будет вот такое вот, но окончание мы придумаем сами. Латинице его сюда впишем. Далее. После того, как мы создали страничку, вот пример моей странички, я выбрала вот такое оформление. Здесь мы можем менять текст. Вот для этого есть значочки. Здесь дополнительная секция. Тоже можем какой-то под заголовок добавить. Мы видим, что есть кнопка «Вкладки», которая позволяет добавлять разделы нашей коллекции. А кнопки для добавления материалов находятся вверху. Итак, вот это вот окошечко, где написана «Любая ссылка». Все очень понятно. Здесь добавляются ссылки на веб-ресурсы. Вставляем ссылку, нажимаем на кнопку «Пост» – «Опубликовать». Дальше. Кнопочка «Загрузить» позволяет добавлять разные файлы. Нажимаем на нее и выводится весь список доступных файлов. Тут у нас и ПТФ есть, и картинки есть, и даже EPUB есть. Дальше. Все, что мы загрузили, отображается вот в этой вкладочке «Мои загрузки». Там вы всегда можете посмотреть, что именно вы загружали. Можно добавить текст, который мы пишем тут же в режиме «Онлайн» или «Копировать-вставить» через опцию «Текст». Ну и встраиваемый объект, вот эту презентацию я вставляла через кнопку «Встроить HTML». Вот эти четыре основные кнопки нам позволяют добавлять разный контент. Давайте смотреть. Ну вот, например, я загрузила презентацию в формате PDF. Что я могу сделать? Я могу изменить картинку, я могу поменять цвет фона. И, собственно, на этом все. Основные настройки такие. Нажимаем на кнопку «Применить», и у нас документ появляется на нашей доске в качестве поста. Вот это вот окошечко для добавления текста. Здесь все очень просто. Просто пустое окно, куда мы вписываем текст. Текст потом можно немножко форматировать, но уже в разделе «Настройки». На первоначальном этапе просто вписываем некий текст и сохраняем его. Вот таким образом здесь у нас все и добавляется. Дальше. Вкладки добавляются очень просто. Через кнопку «Плюс вкладка». Просто вписываем название, нажимаем на вот эту оранжевую кнопку, и новые вкладки у нас будут вверху отображаться, как у сайтов, в меню так называемом. Вот на ссылках, которые я вам отправила, там интересная организация материалов. Учитель пишет первую стартовую страницу, дает задания, а ученики, у каждого своя отдельная вкладка, они там добавляют свои материалы. Вот таким образом здесь организовывается работа с авторами. У каждого своя отдельная вкладка, где он может работать. Дальше. В разделе «Шаблоны» мы можем поменять шаблон, если он нам разонравился, и тему оформления тоже можем поменять. В разделе «Оформление» как раз мы можем поработать с фоном, со шрифтами, выбрать тени, рамочки, обводки, округлить концы и так далее. Придать красоту всему этому. Все объекты, все эти посты можно менять местами, располагать их в любом порядке, как мы считаем нужно. Ну, в целом, вот и все, пожалуй. Здесь все довольно просто. Осталось только получить ссылку и код, чтобы встраивать это на сайт и в блоге. Нажимаем на опцию «Страница». Здесь целый список доступных вариантов. Нам нужна ссылка доступа. Копируем. Код для встраивания чуть ниже. Можно сразу это все скачать в формат PDF. Ссылки будут активными. Насчет встраиваемых объектов не знаю. Надо посмотреть. Может быть, они тоже будут ображаться как ссылки. Далее. Через кнопку «Савторы» приглашаем других пользователей к работе. Самое замечательное, что вот через опцию «Ссылки доступа» вы можете предоставить доступ всем для редактирования, даже тем, кто не зарегистрирован в сервисе. Это очень удобно в работе с детьми, которые не любят регистрироваться, да и родители иногда против этого. Поэтому здесь можно открыть общий доступ для редакции всем, у кого есть ссылка. Это тоже довольно удобно. Ну, вот так выглядит эта ссылка. Ссылка для чтения будет одна, а ссылка для редактирования будет другая. Нажимаем на «Создать» и получаем ее. Вот. Регистрация здесь будет не требоваться. Однако, если вы будете приглашать через кнопку «Савторы», вот там уже требуется регистрация. То есть вот такое разноуровневое здесь введение режима «Савторы». Еще один инструмент. Называется он «Blend Space». Он не такой красивый, не такой красочный, но тоже интересный, потому что бесплатный и потому что простой. Давайте на него посмотрим. Это сервис, который позиционирует себя как сервис для визуальной организации учебных материалов. Ну, по сути, тоже тематическая страничка, только здесь материалы вот наподобие символу, примерно в таком же формате. То есть клеточка – это какой-то материал. Сюда можно добавлять видео, изображения, ссылки на веб-ресурсы, тексты, таблицы, презентации. Я вам одну из ссылок добавила. То, что на экране – это материалы у меня, которые я готовила для своих учеников. Это материалы для изучения повести Кондратьева «Сашка». Ну и вторая уже не моя ссылочка. Можете посмотреть как вариант. Это уже не по учебной тематике, а по свободной теме. Коллекция создана. Здесь есть возможность создавать классы. Если вы работаете в школе, если вам принципиально отслеживать деятельность учеников, то здесь можно создавать классы и можно смотреть за работой пользователей. Давайте посмотрим. Во-первых, нам дается вот такое пустое пространство. Здесь особого оформления нет. То есть в синих тонах у нас и будут все наши коллекции оформляться. Ничего сверхъестественного. Мы можем добавить в коллекцию текст, который тут же можем написать, и можем добавить тест. Прямо здесь они создаются внутри этого сервиса. Как они работают? Вот конструктор. Он очень простой. Он здесь бескартиночный. Просто вопросы, варианты ответов. Для экспресс-диагностики можно добавлять тесты. Но поскольку это коллекция именно учебных материалов, что предполагается, что здесь сначала какой-то теоретический материал будет расположен. Может быть презентация, может быть видео, а в конце вот такой тест, который проверяет знания. В личном кабинете, если вы создадите класс, вы можете отслеживать, как участники отвечают на вопросы. Далее. Что здесь еще можно добавлять? С правой стороны есть целый набор инструментов. По иконкам понятно, что здесь можно добавить. Видео с YouTube добавляются по ссылке. Разный контент из Google диска и из Google фотографий. Есть еще хранилище Flickr. Оттуда можно картинки загружать. Но самое такое вот простенькое – это вот этот вот значок «Добавить по ссылке». То есть сюда мы можем добавлять практически любой контент, на который есть ссылка. Встраиваемый объект по ссылке можно добавить, какую-то презентацию загруженную в интернете и многое-многое другое. С компьютером мы можем загрузить тоже практически очень многое. Мы можем загрузить текстовые документы. У меня там есть текст урока по этому произведению. Можем загрузить PDF-файл, допустим, с презентации. И что еще? Картинки с компьютера тоже загружаются. После того, как они загрузились, мы просто мышкой их размещаем в нужных местах, в нужной клеточке. Сохраняем, получаем на выходе код и ссылку, чтобы делиться в социальных сетях. В общем, сервис довольно простой, незатейливый. Единственное, что он не такой красочный. Здесь нет возможности заменить обложку, например, добавить какие-то красивые картинки, фон поменять. Но здесь главная функциональность. Он бесплатный, без ограничений работает, поэтому можно тоже им пользоваться. Ну, это вот окошечко, которое у меня на предыдущий слайд не поместилось. Вот то, что я анонсировала, загрузка файлов. Сейчас вот эту кнопку происходит. Просто выбираем файл и загружаем. У меня даже получилось обычную презентацию сюда закачать в обычном презентационном формате. Ссылочка и код для встройки вот таким образом в кредит. Через кнопку «Коллаборит» мы можем пригласить соавторов для работы. Но единственное, что им нужно зарегистрироваться. И таким образом ваша коллекция материалов будет совместной. Приглашения рассылаются по почте, либо мы просто ссылку для соавторов посылаем им вручную. Еще один сервис, о котором сейчас много говорят, целая шумиха вокруг него происходит, это сервис «Фликтоп». Может быть, вы о нем слышали. Это российская разработка, платформа, на которой можно создавать разный интерактивный контент. Здесь можно создавать статьи лонгриды, можно создавать тесты, игры, викторины. И в том числе можно создавать разные коллекции. Это могут быть коллекции видеофайлов, коллекции разных ссылок на веб-ресурсы, аудиофайлы, документы. Ну, в общем, практически любой формат. Давайте смотреть. Я вам парочку ссылок отправлю. Мне пока особо хвастаться нечем. У меня здесь очень простая коллекция. Вы ее сейчас на экране видите, собственно говоря. Я просто добавила 4 ссылки и получила вот такую коллекцию. Я вам добавлю более художественные варианты в качестве примера. Можете полистать и посмотреть, как это выглядит. Выглядит достаточно симпатично. Сервис несложный. У него очень большой потенциал. Он очень много умеет. Давайте смотреть. Изначально создаем коллекцию. Внутри этой коллекции мы можем размещать разный контент. Коллекция очень просто создается. Придумываем ей название, описание. Выбираем из трех вариантов типа оформления, который мы хотим выбрать для нее. Ну, а дальше начинаем с ней работать. Добавляем внутрь коллекции карточки. Кроме карточек здесь тоже есть опция добавления разделов. Если у нас коллекция большая предполагается, то можно несколько разделов сразу сформировать и внутрь каждого раздела добавлять карточки. Карточки, список перед вами. Это не весь, потому что сервис постоянно анонсирует еще новые варианты. Пока рабочие карточки вот такие. Добавление статьи лонгрида, добавление аудио, документов с компьютера, тестов, которые создаются здесь же непосредственно, ну, ссылок на веб-ресурсы, фотографии, видеоролика. Вот основные типы. Давайте быстренько по кнопочкам пробежимся. Здесь все несложно, в общем, разобраться. Мне понадобилось полчаса, чтобы со всем этим разобраться и понять, как это все работает. Итак, это статья. Если мы хотим в коллекцию добавить какую-то статью, то для этого есть как раз специальная опция. Вписываем сюда текст. А с правой стороны у нас есть дополнительные элементы, которые мы можем вмонтировать внутрь статьи. Мы можем загрузить файл, вставить какой-нибудь встроенный объект сюда по коду. Можем добавить что-то из библиотеки сервиса. Ну, например, здесь какие-то фотографии нам тут же предлагаются. Рисунки, видеоролики из YouTube по ссылке, видео добавить. То есть получается такая довольно интересная статья мультимедийным содержанием с разным видом контента. Вот еще и такие статьи называют еще лонгридами. Далее. Еще может быть карточка в виде аудио, видеофайла. Но они очень похожи, поэтому на примере аудио посмотрим. Вот так выглядит карточка с аудиофайлом. Выбираем обложку. Добавляем по ссылке аудиофайл, который нам необходим. Либо загружаем его с компьютера. Добавляем название и описание. Оно сохраняется в виде такого красивого плейлиста. Нажав на кнопку, его можно тут же проиграть. Дальше. Самое интересненькое. Здесь можно добавлять карточки с викторинами. Здесь 10 типов разных тестов и викторин. Здесь игры на сопоставление, на соответствие, на заполнение пропусков. Есть классическая викторина, когда выбрать нужно правильный ответ. И здесь они у меня все на скриншот не поместились. Там еще 10 штук я насчитала вчера. Давайте посмотрим. Конструкторы здесь предельно простые. Здесь даже особенно ничего не нужно описывать. Вот это викторина с выбором ответа правильного. Записываем вопрос, варианты ответов. Загружаем картинки, если нужно, и к вопросу, и к ответам. И отмечаем обязательно правильный вариант. Когда участники будут отвечать на вопросы викторин, им будет вестись счет. И они узнают свой результат. Правильно они ответили или нет. Автоматическая проверка. Дальше. Другой конструктор тоже очень простой. Это, как вы понимаете, игра «Найди пару». У меня пара текст-картинка. Можно две картинки в пару собрать, два текста в пару собрать. Точно так же. Заполняем карточки. Друг напротив друга они расположены. Ну, а дальше сервис все перемешает, и получится игра. А это игра на сортировку. Здесь придумываем группы, название каждой группе. Ну, и внутрь добавляем какие-то объекты. У нас викторина может быть как из одного вопроса, так и из нескольких. И каждый тип вопроса будет отображаться внизу. Вот у меня, например, викторина пока из трех вопросов. И они все три разные. Вот таким образом здесь можно создавать карточки с викторинами. Ну, и, собственно, все 10 я показывать не буду, чтобы вас не загружать информации. Но вы, наверное, убедились, что здесь все достаточно несложно. Дальше. Когда у меня коллекция собрана из моих тестов, из видео, из аудио, из картинок. Про картинки я не говорила, но они очень просто загружаются с компьютера или по ссылке из интернета, там никаких особых изысков нет. Мы на коллекцию можем поделиться ссылкой. Нажимаем на вот этот вот значок, копируем ссылкой и делимся с другими пользователями. Таким образом здесь все это работает. Получаются очень красивые и симпатичные коллекции. Далее. Что касается чужих коллекций. Можно на них подписываться. И можно вообще подписываться на других пользователей. Здесь можно по поисковой строке находить или пользователей, или их коллекции по названию, или ключевым словам. Вот, например, я открыла пользователя. Мне понравились его работы. Я хочу подписаться. Я через кнопку подписаться нажимаю. И я теперь буду получать информацию о том, что нового происходит у этого пользователя. Дальше. Если мне понравилась какая-то коллекция из предложенных, я могу ее добавить в свою коллекцию. Или добавить в свой профиль. Если выбираем опцию «Добавить в коллекцию», то у вас получается, что чужая коллекция появится как новый раздел вашей. А если вы добавите ее в профиль, то она будет отдельным элементом. У вас в личном кабинете отображаться. Ну, как вы видите, здесь пользователи очень интенсивно друг с другом делятся материалами и добавляют их к себе в личный кабинет. Таким образом работает этот сервис. Ну и последнее, о чем хотелось сегодня сказать, это наш любимый сервис «Джениали». Он, может быть, не такой грандиозный, предлагает варианты, но тоже очень симпатичный, на мой взгляд, вариант для создания фото, видео и аудиогалерей. К сожалению, про аудиогалерей ничего утешительного сказать не могу. Они просто будут нерабочие, потому что они работают через сервис SoundCloud, который сейчас, как вы знаете, заблокирован на территории РФ. Зато видео и фото галереи можно пользоваться, и здесь такие шаблоны есть. Я вам ссылочку даю на свою видеогалерею. Здесь я создала работы по проекту, который сейчас курирую. Называется он «Золотая летопись Мурманской области» и выглядит вот так. Что это такое? Здесь собраны ссылки на видеоролики. На стартовой странице видим такие маленькие превьюшки. Нажимая на интерактивные метки, вот на эти кнопочки, мы можем открыть на отдельном слайде этот видеоролик, его посмотреть, там же будет небольшое описание к ним. Как это все работает? Сервис очень хорошо можно использовать для спора творческих работ. Вот что я сейчас и сделала. Фотографии или видеороликов, например. Давайте посмотрим, как это работает. У сервиса Дженни, или кроме всех известных шаблонов для презентации инфографики, есть раздел, который называется «Гайд». Вот в этом разделе нам и предстоит найти эти шаблоны. Они называются, ищем слово «Галерея». Фотогалерея, видеогалерея, два варианта. Аудиогалерея и вот есть еще «Видеогалерея 2». С шаблонами работать очень просто. Здесь уже внутри есть какая-то начинка. Нам остается только заменить контент, поменять картинки и загрузить свои видеоролики. Видео добавляется с YouTube, картинки можем загружать с компьютера. Смотрим. Давайте на примере фотогалереи посмотрим, как это работает. Сам шаблон – это, по сути, презентация. То есть есть стартовая страница, она первая идет. И далее каждая отдельная фотография размещается на отдельном слайде. Здесь она в укрупненном виде, плюс к ней добавляется какое-то описание, дополнительная информация через кнопочку «Инфо», например. Как это все работает? Берем шаблон и начинаем менять здесь содержание. Каждая интерактивная кнопка, вот она, она ведет на определенную страницу. Здесь уже внутри все настроено, и, по сути, если мы по готовому шаблону идем, здесь даже менять ничего не придется. Проверяем, чтобы все было настроено. И осталось нам только заменить вот эти вот изображения и поработать с каждым слайдом. Чтобы заменить картинку, ну, самый простой вариант – удалить и вставить свою. Но есть вариант «Получше». Чтобы не нарушать шаблон, где все так красиво уже оформлено, мы можем выбирать опцию «Replace» – «Заменить». Выбираем картинку, нажимаем на «Replace» и загружаем вместо нее свою с компьютера. Вот так меняются картинки. Вот эта кнопочка «Инфо» – это дополнительная интерактивная кнопка, в которой прикреплена какая-то дополнительная информация. Ну, в частности, наверное, здесь идет описание галереи о том, что это такое, что это за проект, для чего он и тому подобная информация. Опять-таки, эта кнопка «Редактируемая» – вы можете открыть это окошечко, это редактировать, стереть все, что здесь есть, и добавить свою информацию. Если эта кнопка вам не нужна, ее всегда можно удалить. Далее. На каждом слайде можем поменять цвет. Ну, здесь вот такой зелено-бежевый. Если он вам не нравится, такая гамма, то оформление слайдов меняется в разделе «Background» – это фон. Фона здесь два. «Base» – это подложка, а «Canvas» – это основной фон слайда. Это вот этот. Можем загрузить в качестве фона свою картинку, либо что-то выбрав из библиотеки сервиса, например. Или залить ее вообще другим цветом, перекрасить другой цвет. Это тоже все возможно. Точно так же работает и видеогалерея, только теперь здесь будут уже не картинки, а видеоролики. Видео добавляются с YouTube по ссылочке. И на стартовой страничке у нас картинки. Это не видеоролики, это именно такие, ну, их превью называют картинки, скриншоты с этого видеоролика. В общем, такие обложки. А уже на самих слайдах размещаются сами непосредственно видеоролики. Как это делается? Щелкаем по шаблону. Здесь уже какое-то видео вставлено. Мы по нему щелкаем. Появляется всплывающая панель. Стираем эту ссылку, добавляем свою. Дополнительно мы можем настроить автовоспроизведение, воспроизведение по кругу и так далее, если нужно. Если не нужно, просто пропускаем эти вариации. Ну, и видео поменяется у нас на наше собственное. Рядом с видеороликом меняем текст, добавляем какую-то справочную информацию, если нужно. Вот таким образом этот работает конструктор. Если вы хорошо разбираетесь в джене, или можно добавить обложку, можно поменять количество слайдов, можно изменить количество на стартовой странице. Здесь было у меня 10 видеороликов. Мне нужно было сделать 12. Я немножко шаблон изменила. Добавила к нему еще обложечку. Для красоты. Вот таким образом здесь можно тоже красиво оформлять небольшие цифровые коллекции. Фото и видеоматериалы. Если у вас SoundCloud работает, то еще и аудиоматериалы. Дополнительно вы можете пригласить к этой работе соавторов через опцию «Поделиться», «Коллаборейтор», вписывайте адреса электронной почты, рассылайте приглашения. Пользователям нужно тоже быть зарегистрированным, и тогда вы можете совместно создавать свою цифровую коллекцию. Вот все, что я на сегодняшний день хотела рассказать про онлайн-сервисы. Как всегда, обучающие материалы на последней страничке у меня собраны. Это гиперссылки. Так что, если вам они нужны, скачивайте презентацию. Это ссылки на обучающие материалы и пошаковые инструкции. Я только в общих чертах рассказала о сервисах, но более подробно читайте в инструкциях о том, как в них работать. Как всегда, вопросы, если не появились сейчас, если вдруг появятся когда-либо, то можно их мне задать по электронной почте, в блоге, в группе или на канале Телеграм. Как всегда, контакты вы сейчас на экране видите. Презентация скачивается. Ну и на сегодня, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что слушали. Как всегда, надеюсь, что информация была полезной. Но уж мне, по крайней мере, точно оказалась полезной, потому что я с некоторыми сервисами познакомилась, они мне понравились. Буду использовать их в своей работе. Надеюсь, вы тоже вместе со мной. Ну и все, пожалуй, на сегодня. Всего вам доброго. Себя берегите. Следующий вебинар будет через две недели. И посвящаю я его анимации. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok